Ленинград, Ленинград, я еще хочу умирать, у меня телефонов твои забирать, я еще хочу умирать. О подвигах героев, любви к родине и о мире на земле пели выступающие на сцене Центра культуры и творчества в Кубинке. В зале много ребят, и все они уже знакомы с историей Великой Отечественной. В этот раз они узнают о городе-герое Мурманске, который стал одним из прифронтовых с первых же дней войны, отмечают Одинцовские активисты «Единой России». Я уверена, что наши ребята в школах и садах, которые растут в этих семьях, которые защищают и любят свою родину, никогда не предадут ее. И вот этот проект, он нам нравится тем, что мы каждый день знаем, где наш ветеран, участник Великой Отечественной войны, как он себя чувствует. Битва за Мурманск стала одним из важнейших этапов Великой Отечественной. Немецкое командование рассчитывало захватить город за пару суток. Но сделать это было не так просто. Советским солдатам с помощью подразделений морской пехоты Северного флота удалось остановить врага в 30 километрах от пограничной линии. Такое мероприятие является важнейшим, потому что мы не должны забывать наши традиции и кто победил в самой жестокой войне 20 века. А именно победил Великий Советский Союз. И среди плеяды городов-героев есть и город Мурманск, где единственное, враги не смогли пройти границу, нарушить границу Советского Союза. Это именно в Мурманской области по реке Западная Лица. Символы девятого этапа эстафеты «Салют Победе» из Кубинки передали теруправлению Чистцовское. Изучать историю своей страны, города Мурманска и его героев продолжат по всему округу. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...